Берега Глинки Закрывался замечательный вид, но мы лазали по склонам. Крутые замусоренные склоны, почти отвесные. Из них сочатся бурые родники. Это рыжие следы вымываемых железистых частиц. Знаковый снимок. Я спустился в самый низ сверху. По склонам мы лазали в поисках янтаря. Ибо прочитали, что в 19 веке профессор Арогович нашел тут янтарь, древние следы растений, пальмы, секвои, а также относящиеся к еще более давним временам морские растения. Ну, разумеется, окаменевшие. А также в голубой глине 17 зубов акулы с тех еще времен, когда здесь было море. Во всяком случае, так определил зубы профессор. Как и почему Арогович сделал свои находки? Глинка – это карьерное озеро, образовавшееся при добыче глины для кирпичного завода. И при срытии склона открываются все исторические слои, прожитые местностью. Именно профессор Арогович лазал по несколько другим склонам. Текущий котлован глинки смещен относительно прежнего. Но давайте по порядку. Глинка лежит у западного подножия Черной горы, в Ложбине. Это заполненный водой карьер кирпичного завода, частично совпадающий со старым глинищем кирпичного завода Эйсмана, позже Субботиной и еще позже Журавлева. Эйсман был городским головой и пил воду исключительно из источника Бусловки, о чем я как-нибудь расскажу подробно. Глинка питается от родников, стекающих по склонам. На плане 19 века видно, что с северо-востока сюда стекал некий ручей. Ложбина озера находилась прежде несколько западнее. Так, на 1918 год озеро размером современное граничит строго с современным, но западнее. И еще западнее было два меньших озерца, а на север от них еще и озеро Бернер, в котором даже после войны купались местные жители. Тогда же, в 1918 году, на месте современного котлована была гора. Подобное положение прослеживается по 1923 год, после чего к 1930 два мелких озерца соединяются, а основной карьер начинает ползти на восток, поедая склон, но еще не заполняется водой. На 1941 год тогдашнее озеро Глинка уже наполовину совпадает с современным. По рассказам старожилов, туда, во время войны, со склона в воду съехал танк. В середине нулевых мы со Светой Семеновой лазали по берегам озера в ходе съемок краеведческого фильма «Киевская сюита». На склоне со стороны бульвара Дружбы Народов виднелся вход в дренажку. Берега были замусорены. Со стороны переулка Филатова над озером нависало обрывом круча. На плоту по озеру плавали два пацана. Мы стали расспрашивать их про озеро. Они поведали, что вроде бы на дне лежат машины. А еще на другом берегу был роддом. И поэтому в озере находили много скелетов младенцев. Я тогда решил, что последняя байка – страшилка, ибо никакого роддома на берегу озера не было. Но позже пришла мысль. Известно, что такие раскопанные склоны, как берег Глинки – это кладезь археологических находок. Что, если в воду вымыло какие-то маленькие человекоподобные скелеты? Отнюдь не младенцев. Оставив вас с этой удивительной и тревожной мыслью, покажу еще фотографии Глинки, которые я сделал на пленочный фотоаппарат в 2005 году. Вот таким озеро и останется в моей памяти. Тихим, истинно киевским, хранящим тайну веков. Интересно, как это? Живешь в таком доме, и каждый день можешь смотреть вниз на озеро. Что же, поднимемся к тем домам наверху и пойдем от озера прочь. Озеро уже никогда не будет прошлым. Продолжение следует...